Театр Кукол готовит новогоднюю премьеру «Сказка полярной звезды». Это смелый эксперимент французского режиссера Ролана Банино. Вместо диалогов классическая музыка, место декорации, анимационные картины. Как не превратить театр в мультфильм, выясняла сегодня Ольга Шмырина. Он так любил читать письма, что лишился работы. Почтальона Иги уволили прямо под Новый год. Если бы не приятель Летчик, он так бы и не очутился на Крайнем Севере, где дети ни разу не видели Деда Мороза. Пока Иги репетирует, его приятель Летчик еще только готовится к выходу на сцену. Летчик пришел, да. Сказал, тук-тук-тук, можно ли войти. Я тут без глаз, без рта. Но хотя обычно мы сначала одеваем куклу, а потом уже ее расписываем. Но поскольку у нас здесь сейчас просто очень такие сжатые сроки спектакля, режиссер попросил, чтобы лицо появилось. Пускай он будет без одежды. Художник Анна ограничена не только во времени, но и в средствах выражения. Палитра цвета для спектакля весьма скромная. В основном лишь черный и белый. Световое оформление постановки тоже лаконичное. На сцене лишь луч теплого света и ультрафиолет. Ярким акцентом должна стать анимация. Уникальный для Кирова спектакль. Здесь не будет привычных декораций и кукол. Все будет происходить буквально без слов, как отметил режиссер постановки «Сказка полярной звезды». Основана на музыке и пластике. Такой вот современный кукольный театр. Вместо слов классическая музыка. Вместо декораций анимационные картины. Создает их Мария Фоменко. По приглашению режиссера специально приехала в Киров из северной столицы. На столе два компьютера и термос с кофе. Чтобы в каждом эпизоде найти правильный баланс между анимацией и жизнью на сцене, 12-часового рабочего дня недостаточно. Естественно, если там будут прыгать, скакать с персонажа, то все будут смотреть мультфильм. Это однозначно. Поэтому этого нет. Анимация не берет на себя никакую роль абсолютно. То есть она не существует как персонаж отдельный, не насыщается чрезмерными смыслами. То есть все вот мы стараемся как-то быть посерединке, чтобы как раз-таки главный герой это был актер и кукла. А анимация это просто вместо декорации. Только живые. Для аниматора это первый опыт работы с театром кукол. Как и первая постановка французского режиссера Ролана Банина на кировской сцене. Он комбинирует два мира, пытаясь доказать, кукла может жить в мультфильме. Эта постановка станет экспериментом и для зрителей. Безусловно, удачным с новогодними историями. Иначе просто не может быть. Ольга Шмарина, Александр Рожков. Информационный канал. Город.